Немецкая компания Kenton этот год провела очень насыщенно. Они достаточно серьезно модернизировали свой модельный ряд. И вот сейчас, в самом конце года, немцы делают большой подарок для всех поклонников марки. Представляют новинку, серию акустики под названием Taunus. И сегодня мы с вами придирчиво посмотрим на флагман новой линейки, напольники Kenton Taunus 90. Таунус! Для начала давайте поговорим о том, что это за новая линейка вообще. Если посмотреть на модельный ряд Hi-Fi сегмента компании, Хэнд линейки мы не берем, то начинается все с доступной серии GLE, обновленной как раз весной. Обзор старших GLE я делал, посмотрите. Затем шла линейка Chrono. Она стала донором драйверов для GLE, между прочим. Следом Chrono SL, также снятая с производства. А наверху находятся модели под названием Venta, максимально приближенные к бескомпромиссному Hi-End. Кстати, Venta также в скором времени предстанут в обновленном виде. Так вот, наши сегодняшние Taunus пришли на смену ушедшим линейкам Chrono и Chrono SL. То есть перед нами золотая середина Hi-Fi сегмента Kenton. Не слишком доступна как GLE, но и не так дорого как Venta. И сразу забегая вперед скажу, что Taunus фактически находится ближе к старшим Venta, чем GLE. Потому что... Хотя давайте сначала пойдем. Название Taunus отсылает нас к Taunus, горному массиву федеральной земли Гессен, где находится штаб-квартира Кентон. В новой серии выпущены напольные колонки, полочные, настенные, центральный канал, сабвуфер и модули Dolby Atmos. Кстати, давайте проясним по поводу Кентон или Кантон. Вообще, англичане и весь англоязычный мир говорят Кентон, а немцы Кантон. Поэтому можно и так и эдак, оба варианта в целом правильные. Никто вас не накажет за любое из этих произношений. Итак, флагманские Taunus это классические трехполосные колонки в новых усиленных изнутри корпусах. В нашем случае белая матовая отделка, ни единого шва на корпусе, с еще более скругленными краями, чем Chrono SL, помогающими лучше рассеивать звук. Само собой, вы можете выбрать шикарный Кантоновский черный лак или отделку натуральным шпоном. Но уж даже я, при, мягко говоря, прохладном отношении к отделке натуральным деревом, выбрал бы именно его. Очень красивый шпон, классно смотрится, вот реально прям супер дорого. Четырьмя конусами Taunus опираются на мощную платформу. Такое же решение, как у старших серий. Этот зазор между корпусом колонки и основанием нужен для того, чтобы воздух из вертикального фазоинвертора мог свободно покидать порт. Но это, как вы понимаете, далеко не самое интересное в конструкции этих колонок. Самое интересное это фирменные динамики Кентон, конечно. Они здесь обрамлены кольцами, скрывающими винты, которые, как они говорят, производятся с использованием процесса бесшовной алмазной резки. Выглядит все это действительно красиво. Впрочем, как и на старших их колонках, этот декор у Кентон в базе, можно сказать. Так вот, динамики. Сюда они пришли из верхней серии Вента. Внизу установлены два 174-мм низкочастотника с чрезвычайно прочными диффузорами из титана и фирменным двойным подвесом. Вот видите, здесь две волны. Они помогают диффузорам двигаться более линейно по сравнению с динамиками, оснащенными обычным подвесом. Этот басовый тандем позволяет колонкам воспроизводить очень низкие и очень скоростные звуки. Вот всякие дикие барабанные трели, какие бывают у Дэтметал Групп, этим басовикам просто расплюнуть. Сверху установлен среднечастотный динамик такого же диаметра, 174-мм. У него тоже титановый диффузор, здесь также двойной подвес, но сам диффузор, как можно заметить, сделан из двух деталей, благодаря чему у него более сложная геометрия. Она позволяет лучше прорабатывать нюансы и тонкости в самой важной части спектра. Это, друзья, действительно очень прецизионный драйвер. Огромный объем музыкальной информации он способен выдавать без малейших искажений. Думаю, что все Кентон любят детали, и эти колонки не исключение, в том числе благодаря этому динамику. Между среднечастотником и вуферами установлен шикарнейший 25-мм купольный твиттер из керамики и оксида алюминия. И хорошая новость для будущих владельцев этих колонок. В серии Reference, их топовой, стоит этот же самый твиттер с точно таким же куполом и такой же верхней границей, выходящей далеко за пределы человеческого слуха, 40 кГц. Повторюсь, здесь стоит абсолютно тот же высокочастотник, что и в их референсных колонках, которые стоят миллионы выше. Само собой, он очень и очень детальный. В паспорте у колонок указан впечатляющий частотный диапазон от 20 до 40 тысяч Гц, правда не указана неравномерность, и импеданс, склепляющийся от 4 до 8 Ом. Что еще интересного? Немцы говорят об очень высококачественной разводке внутри, продуманном внутреннем демпфировании, новом кроссовере с еще более высококачественными компонентами, установленном на пробковом основании, которое помогает предотвращать микрофонный эффект. Мало того, они заморочились и изготовили специальные латунные винты для его крепления, и использовали какой-то там специальный виброгасящий клей. В общем, без хардкора не обошлось. Привет, Маранс! Плюс, само собой, магнитные грильи и новые акустические терминалы с позолоченными контактами и новыми позолоченными перемычками для подключения по бямпинг и бивайринг. С точки зрения характера, эти колонки классические Кентон. Это значит, что они исповедуют сбалансированный, крайне нейтральный характер и максимальное извлечение деталей. Именно этому способствуют их титановые драйверы. Я здесь послушал их с двумя усилителями – юбилейным 110-м Denon и Smarance Model 30. Сначала мне показалось, что с Denon звук интереснее, чуть гуще что ли. Однако, через 15 минут, проведенных Smarance, я понял, что с ним круче, если ты хочешь больше деталей, еще больше нейтралитета. Очень много тонкостей и акцентов в этом звуке слышно. Сами немцы говорят, что они настроили эти колонки настолько нейтрально, чтобы они могли передать именно то, что звукорежиссер имел в виду во время финального микширования. Вот уж и вправду, можно звукорежиссером себя почувствовать. В общем, тут двоякое впечатление. Но с Denon звук все-таки немного более сглаженный и более комфортный. В целом, слова из рекламной брошюры про звукорежиссера недалеки от истины, потому что Taunus действительно показывает себя крайне нейтральными колонками, которые явно ничего не усиливают и не заваливают. Услышав их, вы сразу отметите, что эти колонки точные, любят высокое разрешение и им нравится демонстрировать детали. Причем интересно, что фирменный кентоновский нейтралитет вовсе не означает, что вы получите холодный, сухой или отстраненный звук. Совершенно обратное доказывает недавно обнаруженная мною валийская группа King Hanna. Их меланхоличная музыка с протяжным вокалом той самой Hanna звучит довольно тепло. Гитары звучат очень фактурно, прорисовываются прямо до мелочей. Они записаны вполне обычно, разве что вокал действительно записан здорово, а все остальное так себе, ничего выдающегося. Но благодаря тому, что кентон умеет извлекать кучу деталей и подробностей, этот звук, наполняясь воздухом, и звучит открыто, и действительно увлекателен. Никакой излишней резкости и холода нет. Если любите приблюзованный меланхоличный инди-рок, то King Hanna вам должны зайти. Есть в них вот этот Raw Power, что называется. Здесь вы услышите, насколько хорош этот среднечастотник, позволяющий вам оказаться практически один на один с Ханной. Посидите и порефлексируйте вместе с ней. Ну или что вы там наедине с женщиной делаете, я не знаю. Переходим к следующей девице из нашего сегодняшнего музыкального меню. Polo Tape. Чилийская исполнительница, живущая в Милане. Она создает классную эклектичную ретроэлектронику, замешанную на эталодиско. Это прямо какие-то настоящие 80-е. Девица – это страстная виниломанка. У нее приличная коллекция старых пластинок, из которых она и черпает вдохновение. Очень прикольно звучит. Саунд этот довольно аудиофильский, на удивление. Каждый звук у нее аккуратненько причесан. Все чистенько, на своих местах. Довольно объемно на этих колонках звучит. На самом деле, у Кентона мне всегда нравится эта их трехмерность и прозрачность. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с их колонками, они все охотно строят разряженное в глубину ясно читаемое пространство. И вот здесь, в этой довольно несложной электронике, голография просто отпадная. Кстати, ищите ее именно на Саундклауде. Там у нее много интересного, например, такое. Ну и давайте к по-настоящему серьезной рок-музыке перейдем. Девчачий рок-дуэт из Калифорнии Дип Валли порадовал нас новым альбомом. Прекрасным новым альбомом. Если вы никогда раньше их не слушали, сейчас самое время. Девицы на 11-м году своей карьеры буквально в расцвете сил. Их жирнейший гаражный рок стал каким-то более инди, что ли. Но при этом они сохранили свой крутой панк-ор, делающий их звучание таким диким. В контексте Дип Валли Кентон показывает себя прекрасными рок-н-ролльными колонками. Они, во-первых, достаточно быстрые. Очень уверенно держат этот бодрый темп. Во-вторых, у них очень собранное и сильное низкочастотное звено. Эти колонки максимально хлесткие и упругие на низах. Ну и третье, как я уже говорил, они мастера извлекать детали. И на этой музыке они прямо искрятся. Обратная сторона всего этого – изредка яркая подача высоких, которые к тому же иногда могут звучать прохладно. Совсем большой теплоты и мягкости на верхах вы от них не дождетесь. Эти колонки слишком строги для такого. Их стезя – дать вам максимум открытости, прозрачности, воздуха, пусть даже ценой теплоты. Сейчас кому-то может показаться, что я пытаюсь мягко завуалировать холодный отстраненный окрас. Но нет. На самом деле, эти колонки не звучат холодно. Напротив, низ у них часто довольно тепло звучит. И сухости там никакой нет. Есть небольшое акцентирование на высоких, которое в целом придает яркости звуку. Такая подача может не зайти тем, кто любит звук помягче и покомфортнее. Но у остальных проблем, думаю, не возникнет. А уж тем, кто любит техничные жанры, то это вообще подарок. Например, бразильцы Torcha Squad со своим дэдметалом просто улетно на них звучат. Ни малейшие потери динамики или деталей. Эти аристократично выглядящие белые столбики такую гитарную бойню вам могут устроить, что мало не покажется. Вот вам в копилку еще одни колонки для тяжеляка, не стоящие бешеных миллионов. Только 279 дэдметаллических тысяч, которые вы побежите отдавать, как только услышите, что они творят на вещах Torcha Squad. Что в итоге? Это отличные современные колонки, которые сделаны по-немецки качественно и по-немецки технологично. Они абсолютно непривередливы жанрово. Благодаря их точности и нейтралитету на них можно слушать любой тяжести музыку. И она всегда будет звучать впечатляюще. В минусах у них я бы отметил как раз именно нейтралитет, порой делающий верх несколько прохладным, из-за которого эти колонки могут не зайти тем, кто любит звук помягче и покомфортнее. Это колонки не для таких людей. Зато если вы цените в звуке скорость, нейтралитет, частоту и открытость, Taunus 90 должны обязательно оказаться в вашем списке прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok